Добрый день, в эфире Passion Life. И сегодня у меня в студии прославленный психолог Михаил Лобковский. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Катя. Кто-то называет Михаила гением, кто-то злым гением. Но споры по поводу ваших шести правил не утихают ни в интернете, ни в социальной какой-то сфере. Расскажите, как вы их вывели, эти шесть правил? Знаете, я их не выводил. Они как-то сами пришли, видимо, как таблица Меделеева ночью. Просто я давно работаю психологом, и рано или поздно, видимо, количество лет пришло в качество. И вот так появились правила. Вы сами, естественно, следуете этим правилам. Стараюсь. А это вообще реально? Вы говорите, что нужно делать то, что ты хочешь, и не делать то, чего ты не хочешь. Но если какие-то твои желания или нежелания не совпадают с другими людьми, говорят же, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Например, одна наша читательница задает вопрос, если я не хочу платить за ЖКХ, вот как мне быть в этой ситуации? Я не хочу. Она не платит, и дальше она готова к последствиям, которые могут быть. А последствия мы с вами понимаем. Какие? Ее, скорее всего, выселят из квартиры, квартиру продадут, если это ее собственность. И оставшиеся деньги ей отдадут на руки. Но у нее опять будет проблема. Прямо в следующей квартире, которую она купит уже поменьше за эти деньги, тоже надо будет платить ЖКХ. А как быть в такой ситуации? Она не хочет. Как хочешь, но не плати. Живи на улице, там платить не надо. То есть все-таки нужно свое желание соотносить с какими-то последствиями, которые они могут повлечь? Честно говоря, я делал это для людей здоровых психически. Потому что эти правила, они не учитывают, например, патологические наклонности больных людей. Может, кто-то убить кого-то хочет. Правила про это ничего не говорят. Правила, они ограничиваются адекватным поведением и адекватными желаниями психически устойчивых граждан. А так я на лекциях часто слышу, а если я это захочу, если я тоже захочу, я говорю, слушайте, это соседний кабинет. Это психиатрия. Я психолог, психологи занимаются нормой. Там неврозы, это другое дело, там нет психических заболеваний. Понимаете? Да, понимаю. Это не проблема. Если она не хочет платить ЖКХ, она не психически больной человек. Она нормальная, но она, видимо, как бы отказывается принимать последствия. Я могу сказать, что когда я стал жить по этим правилам, я сразу потерял кучу денег и какое-то количество людей, с которыми я не хотел дальше общаться. И это надо тоже понимать, потому что если ты хочешь жить, как ты хочешь, то у тебя могут возникнуть проблемы вначале. Это правда. Но потом все как-то... Потом просто все шоколадно. А вот еще одна наша читательница говорит, что когда она прочитала вот эти правила 6, она сразу узнала в них своего мужа. И ей показалось это крайне безответственным. Вот жить, как ты хочешь, и не делать того, чего ты хочешь. То есть, я так понимаю, это о каких-то бытовых вопросах, наверное, идет речь. Там, я не хочу мыть посуду, я не буду мыть посуду. В чем вопрос? Вопрос в том, будет ли эта жизнь по этим правилам безответственной? Смотрите, вот что это за категория людей, которые вообще считают, что жить в свое удовольствие – это эгоизм. Это те люди, которых в детстве приучили к тому, что они не могут жить, как они хотят. Дайте еще раз вдумаемся. Жить, как тебе хочется. Многие передают этому такой плохой смысл, что это эгоизм. Почему? Потому что родители еще в детстве не давали тебе жить, как хочешь. Они говорят, что есть главное слово «надо». И все, что ты делаешь, это то, что тебе надо. В принципе, жить тебе тоже надо. А потом надо будет умирать. Там возникает вопрос, зачем все это, если ты никогда не делал и никогда не жил, как тебе нравится. Это же просто понять, да? Хрущева в свое время сняли с работы с формулировкой за вульгарное понимание социализма. Вот история про мужа, который эгоист и делает то, что хочет, и это похоже на мое правило, это вульгарное понимание правил. Правило про то, чтобы человек жил так, как ему нравится. И в этом нет ничего плохого. Понимаете? Да. Если он не может мыть посуду, он может, ну, я не знаю, зарабатывать деньги на посудомоечную машину или на специально обученного человека, который будет выбирать в квартире и мыть посуду. Не вопрос. Она же о другом говорит. Она тоже не хочет мыть посуду. Вот одна наша читательница завидует невестам. Хотя сама счастлива замужем. У нее была красивая свадьба и платье мечты. Но, тем не менее, когда подруги выходят замуж, она плачет и завидует им. Опять еще вопрос. Она спрашивает, почему так? Почему я завидую невесту? Ну, есть люди, которым не живется. Зависть — это такое, как сказать, убивающее тебя чувство, да, от которого ты страдаешь, потому что ты думаешь, что есть какая-то другая жизнь у других людей, она ярче, чем у тебя, богаче, праздничнее и так дальше. Она пережила этот оргазм первый раз. Ей захотелось опять, чтобы ей прибили куклу на капот машины, цветочки куда-нибудь ставили, ленточки по бокам и так дальше. И когда она попадает, она вспоминает, видимо, свой праздник, и ей не живется в том смысле, что у нее это уже было, и это уже не повторится. Так легко же повторить. Взяла, развелась, вышла замуж еще раз. И так хоть каждые полчаса. А я знаю одну пару, которые каждую годовщину своей свадьбы устраивают новое торжество. Как вы думаете, это правильно в такой ситуации? Это же не вопрос правильного. Им хочется так делать. Им это приятно, но замечательно. Может, она тоже может предложить устроить еще раз свадьбу. Мне кажется, это интересный выход. Хотя бы там золотую, серебряную и так далее. Еще вот тут вопрос про детей от нашей читательницы. Старшему ребенку 8 лет, всего трое детей. Читательница, к сожалению, не называет своего имени. Она один раз накричала на своего ребенка и очень переживает. И ее не погибает чувство вины перед вот этим старшим мальчиком, которому 8 лет. И считает, что из-за этого, из-за того, что она один раз позволила себе повысить голос, его недолюбливают во дворе. И в школе он учится на двойке и тройке. То есть она считает, что она подавила уверенность в себе у своего ребенка. Катя, у меня к вам есть предложение. Да. Смотрите на меня. Да. Вот мы заодно будем знакомить читателей с правилами. Четвертое правило, знаете, как звучит? Не отвечай, когда тебя не спрашивают. Поехали дальше. Понятно. И знаете, что, это же не первый вопрос, обратите внимание, а какое-то послание, в котором нет никакого вопроса. Вы обратили внимание? Да, я обратила. А вас на чем не спрашивают? И она не одна такая. Это и есть невротики. Они так разговаривают, они так живут. Вот мы сидим с вами, я говорю, Катя, как-то меня все это достало. Я что-то хотел спросить у вас. Да, я спросил. Катя, вот как вы думаете, вас достало, вы устали, какая погода хорошая, да? Вы считаете, она хорошая? Вам жарко? А я вместо этого просто кидаю какие-то фразы в воздух и жду, как невротик, когда вы среагируете. Типа, Михаил, а что случилось? Что вас тогда стало? Вот они так же пишут вопросы. Это даже не вопросы, это что такое вот было? История жизни. История, а дальше что? Было предложение написать вопросы, да, к программе. Вопрос по первому классу начальной школы, это предложение вопросительного характера. И в конце, когда пишут, что знак вопроса стоит, там же его нет. Тогда можно я от себя немножко переформулирую? Потому что у меня тоже есть ребенок, и, конечно, как и всякую маму, меня это волнует. Может ли какая-то агрессия с моей стороны повлиять на психическое состояние моего ребенка? А как может повлиять? Допустим, он делает что-то неверное, неправильно, и я повышаю голос. Как это влияет в данном случае на мальчика? Ну, мы все повышаем голос, у нас вообще речь идет с интонацией, с аффектацией. Это нормально. Если вообще человек агрессивный, и вы эту агрессию выливаете на ребенка, у него развиваются страхи, тревога. Он становится неуверенным в себе. Начиная от того, что он может учиться плохо, как вот ребенок этой женщины, которая вообще-то один раз, как я понял, за 8 лет накричала, и ребенок сразу скатился на дойке. А второй, там можно и до нуреза дойти, и до других неврозов серьезных таких. Как выражать свое неудовольствие ребенку? То есть, ведь мы не можем все позволять детям? Во-первых, мы не должны даже все позволять детям выражать, естественно. Вот мы с вами разговариваем, у вас есть какие-то эмоции, какая-то мимика, какая-то лексика. Вы же как-то разговариваете? Да. Нет никаких правил по поводу детей отдельных. Вы видите себя так, как вы себя ведете. Вам не нравится это? Мне не нравится. Вы огорчены, вы огорчены. Вы разозлились, значит, вы разозлились. Но если вы псих, который вообще так живет, это не потому, что он сейчас взял, вылил краску на вашу норковую шубу. А просто вы с утра встаете, у вас сразу фиговое настроение, и вы начинаете уже орать, потому что вы опаздываете на работу, а надо его одевать в детский сад или в школу. Он не одевается. Вот это когда начинается, он ничего плохого не сделал, просто родился. Но у него агрессивные родители. Он, да, говоря по-русски, конечно, вырастает полным психом. Ну, таким же, как и у родителей. А мы говорим о естественной реакции, да, когда ребенок что-то делает, потому что живые люди, нас напрягает это, да? Ну, так надо выражать себя естественным путем. А вот соотношение, там, скажем, ну, как сказать, агрессии реальной, то есть как реакции на поступок, да, или как вообще эмоции, вот, видишь, люди просто агрессивные, да, вот тут отличие здоровых родителей от больных. А вот бывает, наоборот, ребенок в каком-то возрасте начинает вести себя чересчур агрессивно, но при этом родить за родителями такое не замечено. Да, ребенок начинает вести себя агрессивно примерно после двух лет. Он ведет себя, как весь животный мир, он пытается понять свои границы. Он может маме и по лицу дать, и начать драться прямо, и руками, и ногами грызть, может кусать. Это естественное проявление ребенка, который, как молодой зверь, пытается понять, что ему можно, а что нельзя. Тут вы правильно сказали, родители должны быть твердо себя вести. Взять крепко за руку, сказать, маме это неприятно, маме больно, и ты не можешь маму бить. Наказывать нормально. Но не быть психом, не надо взамен кусать ребенка, например. А я слышала, что нельзя детям говорить слово «нельзя». То есть отрицательные слова не педагогично говорить. Это правда? Нет, это неправда. Катя, вы мне нравитесь, знаете, чем? Вы будущий Ларри Кинг. Он когда спросил, что один такой в мире, да, все же берут интервью. А у меня, получается, лучше знать почему. Он не идет по тексту. Он начинает с текста, а потом он уходит оттуда. Я с тобой тоже ушла. Да, я ушла, к сожалению. Мне просто интересно очень стало, что вы думаете. Поэтому мы вопросим. Вот женщина пишет нам, 44 года, имеет сожителя и женатого любовника. И считает это в порядке вещей. Однако у нее есть 22-летняя дочь, для которой она не хочет такого будущего. И вот вопрос состоит в том, как вы считаете, возраст имеет значение для социального поведения? Конечно, женщина же хвастается. Вот мне 44 года, а у меня и любовник, и сожитель. Вот это имеет. То есть, если бы ей было 20 лет, она бы не хвасталась. То есть, 20 лет такой факт нужно пока скрывать. Нет, просто как бы это естественная история. А в 44, как бы она уже гордится этим, понимаете? Да, я понимаю. Хотя она еще молодая. 44, да, конечно. А вот еще наша читательница спрашивает, что ей мешает зарабатывать больше денег. У нее есть и образование, и она любит трудиться, но при этом почему-то не складывается именно с количеством заработанных денег. Вы знаете, обычно низкая самооценка и неверенность себе. Но недавно у меня был очень смешной случай, когда, я не помню, это на лекции было ли, в консультации, пришла женщина и сказала, А, нет, нет, это было во время передачи, я веду уже передачу на «Серебрном дожде». Она звонит и говорит, вы знаете, Михаил, я всеми зарабатываю 25 тысяч рублей в месяц, надо 30. Но как только больше 30, я начинаю заболевать. Я могу заработать больше, мне становится физически плохо. Вот это интересный был случай. Ну и формат радио не позволяет раскапывать такие истории. Поэтому в обычной истории, когда человек не заболевает от больших денег, хотя 35 тысяч рублей в месяц это небольшие деньги, то это обычное, ну, как сказать, неверие в свои силы, в свои возможности и в способности зарабатывать больше. Даже попытка подойти к руководству и сказать, я хочу, чтобы мне платили в два раза больше, что такие люди не делают так. Они рыдают в углу, что меня никто не оценивает. Я 20 лет отдала любимой компании, я здесь все делаю, я за всех делаю, а мне уже три года не повышали зарплату, ну и так далее. То есть они ждут у моря погоды? Они вообще, ну, я так скажу, наемные работники, они чем хороши? Они очень тревожные, очень боятся потерять работу. И можно, мне кажется, вообще не платить. Они, ну, порут-порут, но останутся из-за страха, остаться вообще без работы. И я думаю, что работодатели это не то, что понимают, они это чувствуют. Что вы себя так ведете, понимаете, что вы всеми боитесь, что вас уволят. Вам не до того, чтобы просить себе еще деньги. Ну, вот есть же люди, которые по карьерной лестнице постепенно поднимаются. Я не говорю, что это там, есть же какие-то промежуточные ступени. Ну, например, в нашем там сфере редактор, главный редактор, шеф-редактор. То есть тут не увольнение и самая высшая ступень. А вот именно когда у человека не получается немножечко хотя бы продвинуться. Это тоже от неуверенности в себе? Да, расскажите, как эта проблема решается за две минуты. Да, расскажите, пожалуйста. Вопрос не в том, как вас воспринимает ваше руководство. Вопрос в том, как вы себя сами оцениваете. Это понятно? Да, это понятно. Вообще все равно, что о вас думают другие люди. Это вам ничего не прибавляет и не убавляет. Вы, как специалист, имеете какое-то представление о себе, правильно? Да. Вы считаете, что вы должны зарабатывать больше. Вам нравится эта работа. Вы подходите и говорите, я хочу зарабатывать вот столько. Говорят, слушай, Кать, не морозь людям голову. Ты тут работаешь два дня. Тебе и так нормально платят. Говорят, спасибо, до свидания, уходите. И надо увольняться в таком случае? Вам ничего не надо. Просто расклад, как проблема решается. Катя, не увольняйтесь, у нас еще часто все разговаривают. Нет. Смотрите, речь вот о чем идет. Что люди часто в такие ситуации попадают, когда их что-то не устраивает. Правильно? Да. Они для себя готовы расстаться с работой. Они этого не боятся. Почему? А у них же высокая самооценка. Они считают, что они хорошие специалисты. Правильно? Значит, руками оторвут. А что тогда дергаться? Но здесь нет денег платить. Вот несколько издательств предложили мне книги писать. И одно очень хорошее издательство, но очень мелкое. Говорят, Михаил, ну мы можем столько предложить. Я говорю, ну слушайте, я сколько за консультацию 45 минут получаю, а вы хотите, чтобы я так полгода работал, одну книгу писал. Говорят, у нас больше денег нет. Вот это разговор, когда не я не боюсь, мне просто книгу еще писать неохота. Вот. Это другая психология совсем. А есть люди, которые вообще готовы бесплатно, чтобы их только издали. Они готовы будут не только на эти деньги, они еще сами издательству дадут деньги, только чтобы их выпустили. Это все в голове происходит. А вот еще наша читательница спрашивает, тут уже не про работу, а про отношения. Как разорвать токсичные отношения, если вы друг к другу не подходите? Ой, это сложный вопрос, но времени у нас, слава богу, много. Попытаюсь я объяснить, чтобы не очень длинно было. Я не работаю с конкретными людьми. Например, вот вы и ваш друг, да? Да. Или там муж и жена. Я не делаю напрямую, типа, что у вас в отношениях не так, а давайте. Почему, объясню. А если у нее есть проблема разорвать, а она головой понимает, что это отношения нездоровые, то, значит, у нее есть потребность страдать. То есть дело не в том человеке, который, как бы, ей кажется, заставляет ее страдать. Дело в том, что у нее такая психика. Она сформирована в детстве уже как, ну, такая была обстановка дома, может быть. Я не знаю почему, но она привыкла страдать. Ей очень нравится мазохистически, не головой, нет. Эмоционально она испытывает потребность, чтобы ее там обижали, унижали. И она, к сожалению, очень, так сказать, зависима от таких отношений. Но голова ее говорит, это невозможно. Я просто там помираю, он надо мной издевается. Типа, она называет это токсическими отношениями. Это на самом деле правда. Как у любого невротика, у нее есть конфликт внутренний, когда она головой говорит, что мне это не надо. А ее организм, включая, кстати, сексуальные влечения, требует именно такого подонка и негодяя. Потому что другие ее вообще не возбуждают. Вот с этой проблемой надо работать. Надо изменить ее влечение. Говоря по-русски влечение, а не по-русски либидо. А не разбираться между ее отношениями в паре, типа, что не так, и давайте, это ничего не дает. А вот если она сможет изменить свое влечение, то вообще неинтересны будут люди, которые к ней плохо относятся. Вот это будет один раз и на всю жизнь. А если отношения стали такими, то есть начинались они, например, хорошо. Я читала в вашей статье, что отношения проходят три стадии. Сначала все хорошо, потом ты начинаешь узнавать реального человека, и становится все уже... Нет, вы знаете, не совсем так. Не то, что три стадии, так статья написана. Там статья 500, может быть. Страх, там же написано четко, почему это происходит. Из-за вашего страха. Вот, например, мы с вами живем в паре, и мне не нравится, как вы себя ведете со мной, как вы готовите и вообще, как вы с себя разговариваете. Но я боюсь вас потерять и остаться один, и я начинаю молчать. Вы чувствуете, что я веду себя как жертва, и у вас даже инстинкт животный заставляет вас доминировать. То есть дальше продолжать себя так вести, потому что видите, что я слабый в этой истории, правильно? Это такие инстинкты, я сказал, базовые у людей. И когда вот женщина расспрашивает, хотя и с мужчинами хоть реже тоже так бывает, и когда женщина сначала пропускает одну историю, ну, например, я не знаю, давайте возьмем такую неприятную. Есть такой анекдот, как мама сидит с дочкой поздно ночью, и дочь говорит, мама, я так волнуюсь, два часа ночи мужа до сих пор нету. Мама говорит, слушай, вообще не волнуйся. Да ничего не произошло, ваша машина переехала. Так вот, представьте себе картину, вот ваш муж вам изменил, вы порыдали уже, побегали по потолку, поорали, вещи повыкидывали из дома, к маме уже сбегали, потом вернулись обратно, продолжаете рыдать, и ничего не происходит. И он понимает, что с вами так можно жить дальше, понятно, да? И все. Вот так отношения портятся. За счет того, что вы все это проглатываете, и ведете себя просто тупо как жертва. И тогда с вами перестают считаться. Вот и все. То есть второго шанса быть не может. Я говорю не только про измен, а любые другие, так скажем, косяки. Да, второй шанс, надо всегда людям давать. Всегда. Надо вообще объяснить, что вам это неприятно, и что если это будет продолжаться, я не знаю, что что-нибудь, да? Что мы на этом отношении закончим. И на этом отношении надо закончить. Если это ничего не изменится. И у вас есть второй вариант. Вам уже все устраивает. То есть вам уже никаких проблем, все нормально. Я когда, да, когда я первый раз понял, мне было лет 16 или 17, я шел по улице, я встретил очень красивую рыжую девчонку. И я к ней подошел, и от неожиданности, она вообще сразу сказала, да, типа пошли. Я офигел. Видимо, у меня была невысокая самооценка, и я очень волновался. Потому что я думал, что сейчас меня просто пошлют. А она меня не послала. И я на нервной почве после каждой фразы говорил мать. Ну, например, говорю, ну что, мать, в кино пойдем? И вдруг она мне говорит, слушай, не говори, мать, мне это неприятно. Говорит, мать, не парься. А она говорит, ты еще раз скажешь, я вообще уйду. И ушла. И вот тогда я был еще таким подростком. Я тогда уже понял, не надо вот этих третьих шансов, пятых. Ты себя ведешь как дебил. Ты отдыхай дальше один. Она себя абсолютно правильно повела. Как независимая. Да, пожалуйста, пойдем вместе, ты мне тоже нравишься, но не любой ценой. Если тебе не нравится, я тебе говорю об этом. Ты же не тупой, ты же слышал. Зачем ты это повторяешь? Другой вопрос, что я повторял, потому что был молодой и, видимо, переволновался от радости. А у зрелых людей это, да, такое поведение, оно не меняется. А что дальше ждать? Ну, это ведь надо иметь огромную силу воли, чтобы взять и уйти из отношений. Я вот насколько знаю... Сила воли вообще здесь какой роли не играет. Катя, о чем вы говорите? Надо опять, мы возвращаемся, быть в себе уверенной, считать, что ты... Это не единственная любовь в твоей жизни, от которой ты, кстати, страдаешь и плачешь, да? Что, говорит, свинья грязь найдет, и это не последний мужик, который как троллейбус, знаете, один ушел, придет другой. Вот такие люди... Кстати, таких людей мужчины уважают. Они всеми в тонусе живут. Они не то, что не изменяют, они очень предупредительные. Они всем боятся, как бы их самих не кинули. А когда женщина как жертва, у себя у вас женские направления, да? Конечно, да. Ну, сейчас правильно мы разоговаривали. А когда женщина идет к себе как жертва, ну, кто с ней считаться будет? Кому это вообще интересно? Если вы и так все проглатываете, правильно? Да, а вот, опять же, я прочитала на вашем сайте статью для мужчин. Как выйти из отношений со стервой. Вот какая разница между женщиной, уверенной в себе, и стервой, получается? То есть, которая унижает мужчину, которая ведет себя независимой. Хочется спросить, какая разница между зеленым и каменным? Примерно такая же связь между уверенной... А какая связь между уверенностью и стервой, я не очень понимаю. Ну, вы вот сейчас говорите, что женщина должна быть независимой. Если ей что-то не нравится в отношении... А стервозность при чем? Она должна из них... Вы так стервозность понимаете? Я не знаю, честно говоря, я... Я тоже не знаю, я же не женщина. Стервозность... Есть такие два качества одного мужчины, одного женщины, которые психологически трудно объяснить. Мы можем прибегнуть к народному. Женщина стервозная, а мужчина говнистый. Вот трудно как-то по-другому, да, сказать. Вот такие люди, они могут быть уверены или не уверены. Кстати, они не уверены стервозные, зря вы думаете, что они уверены. Они просто их жертву находят. Вот в этом контексте они такие, да? Помните, был, вы, Даня, не помните, молодая, был первый фильм «Экипаж». Не этот, а самый старый. Я помню. Помните, да? Да. И там была такая стервозная тетка, которая прямо издевалась над этим бедным летчиком. Да. И ребенка ему не давала, и там на суде его был галат. А вот когда пришел на веселье, она такая лапочка, у нее муж другой, совершенно другой мужик, да? Она его обожает, вообще не стервозная, мягкая такая, ласковая. Это все в контексте, это все зависит. Нет никаких абстрактных, стервозных женщин. С одними так себя ведет, и мужчины себя ведут по-разному. Как вот найти эту грань между уступчивостью, когда ты наступаешь на горло своей песни, и нормальным, адекватным поведением? То есть когда ты заботливая женщина, когда ты идешь на какие-то компромиссы? Пункт номер два, правило, говорит, не делай, что не хочешь. Там нет никаких компромиссов. Вы можете хотеть это сделать. Ну, возьмем простой вопрос. Вот вы замужем, вы оба приходите с работы, оба вы уставшие, да? Да. И есть сгорание мытой посуды. Вопрос, не чья очередь мыть посуду, не в том, что я сейчас прогнусь, потому что муж больше, чем я, зарабатывает. И не проблема мужа вымыть посуду, потому что вы с ребенком ночью не спали и сидели. Вы должны хотеть мыть посуду, потому что вы прямо так любите своего мужа, прямо обожаете его, чтобы просто, чтобы он только не напрягся, и побежали мыть посуду. Это единственная причина мыть посуду. Никакого компромисса там нет и быть не должно. Вы никому ничего не уступаете. Вам реально это хочется сделать, понимаете? Да, я понимаю. От любви. И муж, между прочим, тоже вам моет посуду, потому что он реально от этого просто тащится. А не потому, что все досталось, сейчас будет скандал, она будет орать, я лучше помою, хоть тихо дома будет. Только я хотела спросить, интересно, бывает ли в жизни такая ситуация, когда муж и жена наперегонки бегут мыть посуду, потому что сильно любят друг друга? Ну, наверное. Ну, к этому стремиться надо, давайте так скажем. Да, но вот опять же во многих женских журналах пишут, что нужно выступать друг к другу, какие-то компромиссы находить. То есть сегодня, например, ты помоешь, а завтра я. И нужно считаться с мнением человека, который рядом с тобой. Это так? Так многие живут. Вы так в школе учились. Сегодня вы дежурите, завтра вторая парта дежурит. Но это другая история. Люди, когда взрослые, мне кажется, они могут жить, как им нравится все-таки, а не потому, что они распределили обязанности. Или у них очередь какая-то живая, кто будет мыть посуду. Ну, так убогенько, конечно, но можно, в принципе, как борцы за справедливость. Да, типа, сегодня же твоя очередь. Мне не нравится такой сценарий, я могу честно сказать. Он ущербный и убогий. Мне тоже не нравится, но мне кажется, в реальной жизни все равно есть какие-то вещи, которые никто не любит делать. Ну, то есть не ты, не твоя половина, ну, вы не любите их делать, но делать все равно надо. Это вот как платить за ЖКХ. То есть никто не хочет расставаться с деньгами. Когда я был мелкий совсем, очень любил, ну, да, не знаю, у меня 8 лет было или 6 лет, я любил смотреть «Спокойной ночи малышей» передачу. А мама подходила прямо посреди передачи, она шла 15 минут, 5 минут ни о чем было, потом мультфильм показывали, а потом «До свидания». И прямо посреди мультфильма говорят, так, а сейчас надо пойти пыл на кухне помыть. Я говорю, вот сейчас закончится. Говорю, не-не-не, вот прямо сейчас встал и пошел. Говорю, еще 5 минут, она закончится. Говорю, да я поняла, говорит, сейчас встал и пошел. Теперь мамы моей давно уже нету, мне уже 55 лет, у меня есть специально обученная женщина, я ей плачу деньги, она ее полно моет не только на кухне, но и во всей квартире. Решайте, как хотите эту проблему. Зарабатывайте на домработнице, не вопрос. То есть вы считаете, что все равно реально построить свою жизнь так, чтобы не делать вообще вещей, которые вам не нравятся? Катя, объясняю. Это целая идеология о том, что жизнь так устроена, что в ней много дерьма, и вы не можете прожить без этого дерьма вообще никак, потому что в любом деле будет что-то, что вам не нравится. Да. Вы это хотите сказать? Да. Это не совсем так. Поехали дальше. Я хочу спросить про это. То есть... Можно обойтись без дерьма. Понятно. Это прекрасно. Вот пишет нам читательница с именем супруга, что интернет сегодня у нас пестрит мотиваторами, что мужчина делает женщина, что его успешность и достижение – это дело женских рук. Как вы относитесь к этому утверждению? Спрашивает читательница, и не является ли это перекладыванием ответственности на женские плечи? То есть, если твой муж неудачник, то ты именно ладь. Успехи и неудачи – это дело женщины. Знаете, какой? Которая хотя бы его родила. Она не имеет в виду, вы это хотите сказать? Да. Пошутили, поехали дальше. Вот пишет читательница, что ей 41, ее мама была невротичка и диктатор. При этом ей приходится жить с матерью. У нее нет ни детей, ни отношений с мужчинами. И вопрос состоит в том, что может ли она сама, без помощи психолога, вытащить себя из этой ситуации с помощью ваших шести правил. Ну, я прошу, конечно, прощения, но шесть правил – это уже есть с помощью психолога. Это же не правила, которые написаны там о переходе улицу на зеленый свет. Это психологические правила. Если она взрослая, живет с мамой и не может видеть по-другому в своей жизни, у нее большая проблема. Она не должна жить с мамой. Вообще все люди, которым больше лет 20, очень уже ненормальны, когда они живут с родителями. И они, в принципе, в мире так и не живут с родителями. Этот конфликт создает. И поэтому, если у нее не получилось до сих пор от мамы съехать, начни ей с мыслом с психолога пойти. У нее проблема. Она, к минимуму, инфантильная. То есть люди, которые живут… Катя, она же тоже с мамой живет, что ли? Нет, я с 18 лет не живу. А вот видите? Я просто с вами согласна, поэтому хотела задать дополнительный вопрос. То есть люди, которые старше 20 лет, и они не живут с родителями. Ой, вернее, наоборот, живут, простите. Это какая-то психологическая уже проблема. Это проблема. Она по-разному трактуется. Нет денег, не на что снимать. Нам так проще. У нас с девочкой мы спокойнее. Я не знаю, любая причина – это все равно проблема. Но если дети больные или родители больные, это можно обсуждать, а в обыденной здоровой жизни это ненормально. А когда вы считательства? И дай бог, сейчас читатели поймут буквально и будут детей выкидывать прямо из окна. Нет, это спокойно надо решить. Не надо… Типа мы тут смотрели передачу с психологом. Что ты здесь делаешь? Собирай вещи. А вот, кстати, это интересно. Знаете, Сил звонит взрослый, говорит, мама, а что домой купить? Говорит, купи себе квартиру, дурак. Да, просто это интересно. Вот постановка, обычно дети хотят уезжать, но по каким-то причинам не обязательно. Есть такие дети, у которых большие проблемы, такая социофобия. Они боятся отвечать за себя, в этот мир уходить и так дальше. Они цепляются за родителей. Родители гиперопекающие тоже бывают. Там тогда проблемы. А чем грозит гиперопека в таком возрасте? Полная… Это же не в этом возрасте, это только конец. А там начало-то всегда было. Несамостоятельность, нерешительность, неспособность брать ответственность, принимать решения и вообще жить. Это страх перед жизнью. А бывает ли, наоборот, обратная ситуация, когда детей чересчур опекают, и они как бы в противовес этой опеке, наоборот, отрицают всякий авторитет, более авторитарными становятся? Теоретически, может быть, практически. Они, к сожалению, не научены. Потому что гиперопека должна сломать их характер, их самостоятельность. Так что вряд ли, скорее всего. Очень простой вопрос. Как не скучать по человеку? Вот я так понимаю, что наша читательница вышла из отношений, которые ее не устраивают, и теперь скучают. Рассказываю. Первое, понять, что скучаешь ты не по человеку, а скучаешь ты по тем эмоциям, которые испытывал рядом с человеком. Бывают разные ситуации. Бывают прекрасные люди, абсолютно здоровые психически. Один из них умирает. И то, что другой скучает, это можно не обсуждать. Это нормальное проявление у человеческих чувств. Но если мы говорим о более распространенной истории, когда отношения были тяжелыми и плохими, и ты, наконец, нашла себе силы и ушла, вот ты как бы ушла, а теперь ты начинаешь скучать. Это как у наркоманов. Такая ломка происходит, потому что у невротиков, они, как правило, эмоционально зависимые. А многие еще и адреналинозависимые. Скандалы, крики, рыдания, хлопание двери, выяснение отношений. Вот этого ничего нету, а желание-то есть. То есть вы как-то жили в этом режиме, да? Орали, дрались, из дома убегали, а теперь его нету рядом. И скучаешь ты ровно поэтому. И тут надо идти к психологу, потому что человеку нужно избавиться от потребности в таких стрессовых историях. А такие люди очень много их, кстати. Они живут только, когда вот все тяжело, все происходит. Экшен какой-то должен быть. Должны быть страдания, рыдания, ругань и так дальше. Многие это называют по-дурацки, пчут итальянской семьей. Италия так уже давно не живет. А как бы вот ругаться-то не с кем, да, отношения выяснять не с кем. Вот отсюда и скучать начинаешь. То есть чрезмерные эмоции, они получаются нездоровые, любые, да? Нет, почему? Это же не то, что эмоции чрезмерные. Есть экзотированный тип людей. Да. Которые вообще себя так ведут. Очень утомительно. Очень. Вот я как человек, который принимает пациентов, я хочу сказать просто, крыша слетает за 5 минут. Человек так разговаривает, вот так, прям весь. И ты понимаешь, что просто хочется куда-то пойти, лечь, поспать. А у нас только еще впереди 40 минут, да? Вот. Но они живут, вот когда они себе пару такую находят, у них все нормально. Они орут, вот выясняют отношения, скандалят. С точки зрения, кстати, психопатии, те, которые бойкот объявляют и молчат по месяцу, они более нездоровые. Те, которые орут и истерят, они более здоровые. Ну, как спорят, они оба нездоровые. Но это более здоровый способ решения невротических проблем. Я так понимаю, что невротические вот эти проблемы, их можно решить только в кабинете у психолога. Самостоятельно какими-то... Ну, может, кого-то отпускают. Ну, и почему? Кого-то может отпустить. Кто-то вдруг нашел себе, это редкий случай, такую пару более здоровую, где сам как-то стал уже немножко поадекватнее, что ли. Такое бывает. А вот тут у нас очень тоже простой вопрос. Как найти любовь? Как найти свою любовь? Это очень интересный вопрос. С виду простой. Да. Для этого надо полюбить себя. Вы не можете ничего найти, пока вы себя не любите, вас тоже никто любить не будет. Это именно в этом порядке, а не в другом. Что происходит в реальной жизни? Люди, которые себя не любят, очень рассчитывают, что их кто-то полюбит, и это поднимет их самооценку. Это поднимет их зависимость на самом деле. Если вы хотите, чтобы вас любили, вы должны себя полюбить в частности, потому что люди относятся к вам, как вы относитесь к себе. Если вы себя любите, вас тоже любят. Притом это же очень конкретные вещи, любят не любят, это не абстракция. По поведению понятно, любите вы себя или нет. Это считывается другими людьми, их отношения очень зависят от вашего отношения к себе. То есть, если человек уверен в себе, то ему легко найти пару, получается, такую же здоровую, как и он. Ну, конечно. А если ему попадаются неправильные люди, невротики? Вот смотрите, попадаться теоретически может кто угод, а вообще не попадаются. В свое время Наталью Водянову спросили, говорит, а вы могли бы выйти замуж за следствие? Она говорит, да с удовольствием, где бы мы с ним только встретились. То есть, здоровые, они не кучкуются рядом с невротиками, это исключено. У них другой мир, они вообще другие. Ну, как и невротики тоже другие. У невротиков еще и дифференциации есть, они тоже все разные. Но, предположим, вы ошиблись. Вы были пьяны, и дело было ночью. Не проблема. Многие вот приходят, а в женатого влюбилась. Но я же не знал, что он женатый. Дальше знаете, что происходит? Невротички продолжают страдать еще 20 лет с ним. А здоровая говорит, слушай, ты мне прям так нравишься, ты когда разведешься, ты звони, не пропадай, и уходят. То есть, вы можете сделать ошибку, но вы можете ее исправить. Вот о чем речь идет. То есть, вы можете не с тем человеком встретиться, но дальше он начинает себя как-то вести, вас это напрягает. А дальше мы уже об этом обсуждали. Как-то вести себя. Да, ну вот, насколько я прочитала все наши вопросы, да и, в принципе, исходя из опыта какого-то моих подруг, членов редакции и так далее, обычно, когда ты встречаешь человека, он тебе кажется идеальным и хорошим. Да, знаете, он сам ведет себя, он себя тоже ведет не как обычно, он же тоже понравиться хочет. Ну да, и ты же тоже хочешь понравиться. У меня был такой знакомый парень-алкоголик, он зашивался на год, говорит, вот сюрприз будет. Так, женюсь я через полгода, и вроде такой трезвый. А раз через еще полгода у меня кодировка-то закончится, я алкоголик жесткий, вот сюрприз-то в доме будет. Вы это имеете в виду, да? Да, именно это. Можно всегда соскочить. У вас же есть свобода выбора. Вот родителей вы не можете выбрать, правильно? Да. Вы как бы заложник той семьи, в которой вы родились. А муж это вообще без проблем. А если дети уже есть? У детей с папой свои отношения. Все почему-то женщины пытаются детьми прикрыться. Какое это имеет отношение к вашему браку? Или папа любит детей, или он их не любит. Замужем вы за ним или нет, это не имеет отношения. Хорошо, а тогда вот такой вопрос. А имеет ли значение для ребенка из полной он семьи или не полной, где он воспитывается? Я не говорю, что это как бы бесследно пройдет, если вы разведетесь. Но это называется из двух зол выбирать меньшее. Если вы скандалите, если вы орете друг на друга с утра до ночи. Или наоборот, очень холодная семья, где никто никого не любит. И вообще не то, что там не обнимается, не целуется, вообще не разговаривает. Но у ребенка тоже крыша едет. Может, вы разведетесь, ему легче станет. Тут неоднозначно все. То есть тут все-таки индивидуально. Абсолютно. А вот вопрос к нам на фейсбук пришел. Девушка хочет развестись, а муж угрожает отнять у нее ребенка. Что делать в такой ситуации? Ну, мне кажется, это не важно. Пойти к юристу и выяснить вопрос, насколько эти угрозы реально. Но, опять, ты себя чувствуешь заложником в таком случае. Ты что с ним живешь? Потому что боишься детей потерять? Ну, это вообще бред полный. То есть ты его ненавидишь. Абсолютно, что у ребенка происходит в душе, когда отец с матерью реально в таких отношениях. Даже если они не при детях это делают, дети все чувствуют, что там на самом деле происходит. Понимаете? Да, вот еще про замужество спрашивает девушка. Ее все время тянет к мужчинам, которые не горят желанием жениться. То есть ей уже хочется создать семью, а мужчинам, которые ей нравятся, не хочется. Как ей быть в этом несоответствии? Это очень просто. Она же влюбляется, она же не контролирует. Вот, ну, будет он жениться, не будет. Первое, вот ты когда хочешь, начнем с простых вещей. Вот вы начинаете встречаться, да? Да. Ты чувствуешь, что вы уже обстречались, сколько можно. Надо уже, хочется жить вместе. Ты говоришь, старик, хочу, чтобы мы жили вместе. Он говорит, я не готов, пока. Второй этап. Вы живете вместе. Тут нет ни сроков, ничего здесь нет. Это просто в какой-то момент вам хочется, чтобы у вас, например, были дети. Ну, и семья. Говорит, я хочу детей, вообще хочу семью. Говорит, я не готов. Опять пока. То есть надо сразу разрывать такие отношения, если у вас ваше желание... Жертвы ждут обычно. Но док он разродится. Особенно продвинутые жертвы. Они еще пытаются забеременеть, сделав дырку в презервативную. А потом женятся, может быть. Такой вариант тоже бывает. Ну, вот бывают же разные характеры. Кто-то быстрее думает, а кто-то... Катя, если вы хотите замуж, вам нужно характер иметь специальный и думать быстрее. Объясните мне. Нет, я имею в виду, что некоторые люди созревают долго. Да вам так, а вы что, его мама, что ли, или вы лечащий врач? Пусть созреет, но без меня уже. Слушайте, дайте я кое-что объясню. Это ваша жизнь, да? Вы ее так себе представляете. Этот мужчина, у нее другая жизнь. Он ее по-другому представляет. Вы хотите иметь семью, вы хотите выйти замуж и так далее. Он пока не готов. У вас есть куча вариантов. Можете ждать, когда он созреет. Можете не ждать, когда он созреет. Но вы уже на этом этапе имеете очень конкретное соотношение сил. Или будет так, как вы хотите, или не будет так, как вы хотите никогда. Даже когда он на вас женится. Потому что у нее свои обстоятельства. Одни говорят, я морально не готов, не нагулялся и не знаю. Не хочу брать ответственность на себя. Третьи говорят, что, ты знаешь, мы не можем себе материально позволить. Ни детей рожать. Это все вопрос выбора. Вам решать, что с этим делать. А вот, кстати, про последний пункт. Довольно часто я слышала такие вещи. Не свой адрес. Видела такие отношения, когда мужчина говорит, что он не имеет возможности сейчас взять на себя ответственность. То есть он вроде бы и хочет, но для того, чтобы жениться и создать семью, нужна там, например, жилплощадь какая-то определенная. Не нужен доход. А он пока не может. Вы знаете, у нас Россия очень инфантильная страна. Ни в одной стране мира студенты вообще не женятся. Это бред полный. Нет такой страны. И даже по залету они не будут жениться. Это исключено. Женятся ближе к 30 годам. И женятся, конечно, я не говорю про квартиры. Квартиры многие не имеют. В Швейцарии в своей квартире живет только, по-моему, 11% населения, остальные снимают. Речь не об этом. У них 100% должен быть стабильный доход и деньги, чтобы кормить ребенка. Без этого они даже предложения делать не будут. Да и женщина не примет. Это странно. А у нас что? Из армии пришел, давай жениться. Где будем жить, разберемся. А ей там 25 лет, уже родители просто дают. Старуха ведь уже. Надо уже срочно выходить замуж. Ну и бред, конечно, полный. Поэтому очень много разводов. То есть нужно искать мужчину постарше или что? Не надо никого вообще искать. Оно должно быть само осознание того, что пока тебе 20 лет, ну, получай образование, начинай работать. Когда ты что-то вкладываешь в свою жизнь, то ты к мужчинам так же относишься. Они тоже должны что-то из себя представлять. Правильно? Да. Вот вы же работаете, зарабатываете деньги. Поэтому вы видите мужчину не тот, который тоже из армии пришел, говоря по-русски. А тот, который тоже что-то из себя представляет. Потому что это вопрос зрелости, это вопрос взрослости. И тогда мы говорим уже там о детях, о семье. А когда это 19, ему 21, и только кроме того, что она залетела, никаких больше нет показаний. Говорит, давай жениться. Почему? Ну, я джентльмен. Ну, ради бога, флаг тебе в руки. Только в семье это какое имеет отношение? А жить вы где будете? А на что вы будете жить? Ну и так далее. То есть в такой ситуации мужчина прав, получается, что надо подождать. Дело не в мужчине. Женщина не должна быть такой глупой, чтобы, ну, как сказать, вступать в брак и хотеть этого просто. Вот это было одно из самых первых писем, да? Да. Которые заедут невестам. Вот у нее такой маразм, она заедут невестам. Поэтому жить нам негде, жить нам не на что. А это очень выбивает отношения. Деньги являются третьей или четвертой причиной развода. Так, на минуточку. Это тот самый случай. Когда то мы у родителей деньги берем, то мы их занимаем. Никто не живет, все пашут. Ну, то есть жить это жить, да? Когда у вас есть деньги, вы можете спокойно жить. А молодежь, она зарабатывает, зарабатывает, зарабатывает. Детей отправляют в другой город, в интернат бабки с дедом. Сами уезжают на заработки. И они все время какие-то проблемы решают. Главное, из которых купить квартиру. Вот. А жизнь, это вообще странная жизнь такая. Но говоря по-русски, когда люди становятся, есть такая шутка, живут двое, они начинают решать проблемы, которых не было, если бы они не стали жить вместе. Понимаете? Да. Надо сначала с этой проблемой решить. Семья – это не лучшее место, где их решают. А вот женщина спрашивает, как ей быть? Ее обижает то, что ее мужчина помогает финансово своим двоим детям от предыдущего брака. Имеет ли она право предъявлять претензии на эту тему? Нет, чтобы спросить, имею ли я право родить еще от кого-то и потом туда деньги перечислять, когда этот папа будет воспитывать моих детей. Смотрите, право имеют люди чувствовать то, что они чувствуют. Это ее право. По поводу реальной ситуации – это ревность и неуверенность в том, как к тебе относятся. Но если он тебя завтра кинет, он тоже тебе не будет помогать. Хочешь спросить женщину, ты этого хочешь? Тебе не нравится, что он этим детям помогает, если он с тобой завтра разведется. И у тебя будут от него дети. По твоей логике, он тебе тоже не должен помогать? Доходчиво, правда? Да. Поехали дальше. Едем, да. Вот 27-летняя наша читательница пишет, что любит сильных духом мужчин и любит проверять их на прочность. То есть сначала испытать в какой-то стрессовой ситуации, а потом решает, нужен ли ей такой мужчина или нет. То есть если он прошел ее проверку, значит, она начинает с ним отношения. Если нет, то нет. Она задает вопрос, можно ли без таких вот проверок как-то идентифицировать слабых и зависимых людей? Ну, во-первых, можно. Во-вторых, ей надо своей головой разобраться, она у нее не в порядке. Она, видимо, ее бросали в детстве. Ну, как предположение. И она очень боится, что ее кинут. Все эти проверки, они призваны, чтобы она успокоилась, что типа он выдержит, он сможет. И, главное, на нее можно рассчитывать, потому что у нее с этим проблема. И нужно избавиться от этого страха, и она перестанет мучить мужчин этими дебильными проверками. Ну, слушай, флюорографии принесет. Да, точно. А вот спрашивает наша читательница, что если невротик прошел психотерапию и стал здоровым человеком, это значит ли это, что он больше не будет испытывать этот здоровый человек сильных эмоций? Нет, это никак не связано. Слушайте, в чем разница вообще в эмоциях у невротика и у здорового? У невротика страдания – это самые сильные эмоции. И когда невротики говорят о любви, они говорят, я типа так любила, в том смысле, что я очень много пережила. А здоровые люди, их уровень эмоций не ниже, чем у невротиков. Просто они так же счастливы, как невротики несчастны. То есть они получают от отношения удовольствие и радость. И это их эмоции. У них очень разные эмоции. То есть эмоция невротика – это страдания, а эмоция здорового человека – это радость? Ну, конечно. Более того, любовь у невротика, как правило, это жалость к себе. То есть это люди, которые в детстве не хватало им что-то от родителей, как правило. Хотя не обязательно. Это любимое занятие психоаналитиков про маму с папой. Есть куча других причин. Но им было себя жалко. Вот у меня есть знакомая женщина, которая все детство провела в больницах. 10 лет, 12 лет. И она все, независимо уже от родителей, она фактически как инвалид. Она страдает всегда и по любому поводу, потому что у нее не было никакой другой психологии. Она как родилась, как начала попадать в больницу. И она, к сожалению, из-за этого видит жизнь так, как она видится ребенком, которого в 3 года, в 5 лет, в 9 лет оставляют в больнице, с 3 других детей, без дома, без мамы и папы. Это сформированная уже психика. Понимаете? Да, понимаю. И здесь говорить о глубине эмоций или о яркости, каких эмоций. Просто вот я говорю, люди здоровые, они не то, что более плоские, у них эмоции другие. Но они, кстати, переживают из-за трагедии. Их отличие в том, что они из-за реальности переживают. А невротики, переживательства очень не существует. То есть они сами придумывают себе проблемы и начинают их страдать. Да, более того, я в какой-то статье даже по этому поводу пошутил и сказал, ну а когда не хватает, можно кафку с Достоевским почитать, ну и бутылкой догнаться. Вот это их отличает от здоровых. У здоровых такой потребности читать Достоевскую на трезвую голову не будет. Есть ли люди, которые, наоборот, чересчур высоко себя оценивают, эгоисты, возможно, или... Катя, давайте тут разберемся. Так в твой раз у нас звучит эгоизм. Эгоисты — это не люди, которые себя высоко оценивают. Это люди, зацикленные на своих проблемах. Зацикленные на проблемах? Глубоко несчастные люди. Они себя не любят. Это не имеет одно к другому. Любовь и эгоизм — это противоположные вещи. Эгоисты, они поглощены своими переживаниями и страданиями, поэтому им плевать на других. И вообще не на других. Эгоцентрист, наверное. Это то же самое. То же самое. Но в любом случае, если человек, наоборот, чересчур помешан на свое мнение, на своей правоте, то есть если он теряет вот это ощущение реальности и не слушает других людей, а считает себя самым умным, самым красивым, самым успешным, и несет свое эго, это тоже какая-то проблема, наверное, с человеком? Там целый список, вот целый букетик преподнесли. Там не связаны между собой вещи. Начнем сначала. Люди, которые отстаивают свое мнение, они невротики. Их пытались давить в детстве. Просто разные люди, одни ломаются, а другие, наоборот, становятся агрессивными. Они такие борцы за справедливость. Да. Это одна история. То есть они все время с кем-то борются. Им надо доказать, что они правы, что последнее слово за ними и бла-бла-бла. Те люди, которые нравятся сами себе, просто без нарциссизма, они здоровые люди, и они принимаются такими, какие есть. Большинство людей себя не принимает полностью. Они как говорят, вот это мне нравится, это мне не нравится. Я это называю расчлененкой. Это говорит о том, что у людей все-таки низкая и плавающая самооценка, особенно у женщин. Когда человек себе нравится, не потому что он самый красивый, обратите внимание, там нет степени превосходства и сравнения. Он нравится себе такой, какой он есть. Он не говорит ни о красоте, ни о доброте, ни об уме. Он просто сам себя устраивает. Понимаете, есть же такой еще вариант. Они самые здоровые. Потому что к людям они тоже относятся так же спокойно. А вот люди, которые помешаны на себе, это нарциссическое расстройство, это очень низкая самооценка. Эти люди живут обожанием других людей. Особенно актеры этим грешат. Девушка 32 года, Оксана зовут. Она убегает из отношений. Вот у нее начинаются отношения, завязываются. Вроде бы все хорошо. Но она боится сразу, что какая-то неудача постигнет. И заканчивает их. И вот она спрашивает, как ей научиться строить отношения с мужчиной. Ей научиться не отношения строить, а избавиться от страха. Она же это делает, потому что в ней страх. Из этого ничего не получится. Почему? Она когда-то в детстве потеряла доверие к родителям. Как правило. Они ее обманули. Ну, это может быть все что угодно. Тот же развод мог повлиять. То, что там папа из семьи ушел. Ну, разные причины. И она теперь боится вступать в отношения, потому что там больно. Вот и все. А вот у нас прям в режиме реального времени на фейсбуке спрашивают, а как повысить свою самооценку? Есть ли какие-то способы, методы? Что нужно сделать? Вот первые три правила из шести вполне достаточно. Делать, что хочется, не делать, что не хочется. Сразу говорить то, что не нравится. Если ситуация не меняется, уходить. Прямо расти будет на глазах. Но ведь мы же не можем по щелчку пальцев взять и следовать этим правилам. По щелчку нет. Это требует усилий определенных, конечно. Это усилие воли. Это да. То есть ты должен, когда ты выбираешь, как тебе поступить, должен выбирать то, что тебе нравится. Независимо от того, что это нецелесообразно, неэффективно, нерационально. И будут последствия. Но или ты делаешь то, что ты хочешь, или ты будешь человеком, который никогда не будет иметь ни высокой самооценки, ни любить себя, ни будет в себе уверенным. Будет подчиняться каким-то жизненным обстоятельствам, правилам, а главное, другим людям. Ну, в самом деле, своим страхом. А вот спрашивает, опять же, у нас в комментариях к эфиру, как к семейной паре сохранить любовь на расстоянии? Если, вообще, возможно ли любовь на расстоянии? Нет, если люди по обстоятельствам так попадают, да, один впервые сидят, или, например... Ну, может, по работе. Там такая эпизодическая командировка, какая работа. Ну, если это длительный. Ты же видел жену свою, да, в сумочной дне весны? Слушайте, есть, к сожалению, визуалы, и как они называются, не визуалы, которые в Фейсбуке переписываются, слово за слово... Виртуалы. Виртуалы, спасибо. Там вообще странная вся история. Это не про любовь, конечно, история. Это про глухонемого капитана дальнего плавания, которого нету. Это отдельная история. Вот тут история вот какая. Родителей не было физически, не хватало или не было. И тогда человек готов на отношения, которых тоже нету. Это отношения, ну, когда вы переписываетесь, то есть в разных городах или в разных странах, и на этом все заканчивается. Это болезненные, конечно, истории. Они к отношениям ничего общего не имеют. А вот сейчас с развитием соцсетей, вообще интернета, многие люди заменяют живое общение. Я уверена, что вас в Турасе уже об этом спрашивали, заменяют живое общение виртуальным. То есть вы сейчас очень актуальную тему затронули. Когда ты приходишь, встречаешься с друзьями в ресторане, все сидят в телефоне. Или, например, когда люди попереписывались там с общениями в телефоне, уже вроде как узнали, как друг у друга дела. Вот как с этим, можно ли с этим бороться? Или вот эти наши технологии нас в итоге погубят, наше живое общение. Нет, ну, приличные люди, кстати, ну, в Европе не принято, и в Америке доставить телефон, это вообще исключено. Вы не можете их ни на стол выкладывать, ни подходить. Это считается, ну, нонсенс. То есть приличные, нафиг отключить, на авиарежим поставить, и в чемодане пальто оставить. Нет, а у нас, кстати, нормально, я сам не вылезаю. А так вообще приходишь, и все в телефоне, это правда. Но это уже вопрос зависимости. А в мире это не принято, это считается неприлично. И никто ни в каких, там, ни на дне рождения, ни в ресторанах, ни в гостях с телефоном не сидит вообще за столом. Это исключено. А как вот вы объясните то, что заменяет общение виртуальное, реальное? То есть человеку достаточно написать или там фотографию отправить? Вы знаете, нет. Практика показывает, что все виртуальные контакты кончаются одной фразой. Типа, надо уже увидеться. Даже если вы по телефону разговариваете, бог с ним с компьютера, просто по телефону, все равно вы можете 5 часов разговаривать. До тех пор, пока у человека живем не увидите, вы не получите психологического подудовлетворения от контакта. Потому что виртуальное, оно как анализм и секс примерно по отношению к живому общению. Да, все, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Мне кажется, мы могли бы еще пару часов выговорить. Это вам, к сожалению, я вечно устал. Это нормально. Спасибо вам большое, Михаил. Я уверена, что сейчас много наших читательниц стали гораздо счастливее, увереннее в себе. Или, по крайней мере, двигаются в этом направлении. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...